Доброе утро, уважаемые телезрители! Мы с вами достигли третьего воскресного дня Великого Поста, и вся наступающая неделя будет именоваться Крестопоклонной. Вы знаете, название это она получила от того, что в канун воскресного дня, то есть вчера вечером, на середину наших храмов был вынесен для поклонения крест. Прошла половина поста, и Церковь подкрепляет крестной силой совершающих пост и постный подвиг. Церковь зовет к покаянию и очищению тех, которые еще не приступили к Нему. И вот одновременно, в нынешний день, Церковь предлагает нам с вами учение Христа о крестоношении. Учение, которое должен принять каждый, кто желает следовать за Господом. Мы знаем, что Великий Пост – это подготовка к Страстной неделе и далее к Пасхе. Но вот Страстная неделя, Страстная седмица, как мы говорим, когда вспоминает Церковь страдания, распятия и смерть на кресте Иисуса Христа. Таким образом, вынос креста напоминает нам о цели нашей собственной, усиленной, углубленной религиозной жизни в эти Великопостные дни. И вот в этой связи мне хотелось бы вместе с вами вспомнить о месте креста, этого главного, высшего христианского символа в нашей христианской вере. Символ этот имеет два тесно связанных друг с другом значения. С одной стороны, это крест Христов. Это то решающее событие, которым завершается земная жизнь и служение Иисуса Христа. Это рассказ о странной и страшной ненависти людей к тому, кто все свое учение сосредоточил на заповеди любви. Кто всю свою проповедь сосредоточил на призыве к самоотвержению и жертве во имя этой любви. Вспомните, Пилат, римский губернатор, к которому привели арестованного, избитого, заплеванного Христа, говорит, Человек этот никакого зла не сотворил. Но это вызывает еще более сильный взрыв рева. Распни, распни его, вопит толпа. Так вот, крест Христов – это вечный вопрос, обращенный к самой глубине нашего сознания. Почему добро вызывает не только сопротивление, но и ненависть? Почему оно всегда распинается в мире? Вы знаете, мы обычно избегаем ответа на этот вопрос, возлагая вину на кого-то другого. Вот, если бы мы, если бы я был там в ту страшную ночь, я не поступил бы так, как все прочие. Но, увы, где-то в глубине души, в глубинах нашей совести мы знаем, что это не так. Мы знаем, что мучители ненавидели и распинали Христа не как какие-то изверги, не как какие-то специально, особо злом одержимые люди. Нет, в сущности это были люди, как все. Помните, Пилат даже пытался защитить Иисуса, уговорить толпу. Пилат даже предложил толпе по случаю праздника отпустить Христа на свободу. Наконец, Пилат перед лицом толпы умыл руки, показывая тем, что он не согласен с этим убийством. Вот так лишь несколькими штрихами Евангелие рисует нам этого бедного Пилата. Действительно бедного. Его испуг. Его чиновничью совесть. Его трусливо отказ поступить по совести. И вот если мы посмотрим через призму евангельского повествования на нашу действительность, на наше время, на наш мир, разве не совершается то же самое и в нашей, и в окружающей нас жизни? Разве это не самое обычное, самое типичное из всех историй? Разве не присутствует Пилат в каждом из нас все время? Разве когда приходит час сказать решительное, бесповоротное нет, неправде, несправедливости, злу и ненависти, мы не сдаемся на этот соблазн умыть руки. За Пилатом стояли римские воины, солдаты. Но ведь и они могут сказать в свою защиту. Мы только исполняли приказания начальства. Нам надо было обезвредить какого-то бродягу, производящего волнение и беспорядок. О чем же тут разговаривать? А за Пилатом, за воинами стояла толпа, то есть те, кто за шесть дней до этого восторженно встречали Христа, вступавшего в Иерусалим, и кричали «Асанна!» «А вот теперь распни его!» Вы знаете, можно было бы все так перебрать, но разве даже из этого не видно, что люди, которые убили Христа, такие же, как и мы? Что они были движимы теми же страхами, вожделениями, той же малостью, которая так часто и мы порабощены. И вот мы смотрим эту передачу, ну, по меньшей мере, некоторые из нас, и, может быть, сознаем. Во всяком случае, я сознаю, говоря это с экрана. И как бы хотел, чтобы каждый из нас осознал, что блаженны мы, что не были подвергнуты этому страшному испытанию встречи тогда со Христом, тогда, когда можно было ошибиться и возненавидеть его, и стать в толпу кричащих «Распни! Распни его!» Но невольно приходишь к выводу, разве не объяснили ей этой толпе вожди, учителя, советчики, авторитеты, что человек этот преступник, нарушающий законы и обычаи, и потому по закону, всегда по закону, всегда по соответствующей статье, должен умереть, должен быть распят. И так можно заключить, что каждый из участников этого страшного дела был по-своему прав, так как имел оправдание. И все вместе распяли и убили того, который ни единого зла не сотворил. И потому первый смысл креста – это смысл его как суда над злом, или еще вернее над тем псевдо-добром, в котором в мире всем вечно рядится зло, и которое обеспечивает злу его страшную победу на земле. И вот отсюда же второй смысл, смысл креста. За крестом Христовым крест каждого из нас, тот, о котором сказал Христос. Если кто хочет за мной идти, пусть отвержится от себя, то есть отвернется от себя, пройдет мимо себя, возьмет свой крест и следует за мной. Это значит, что выбор, перед которым в ту ночь стояли все – и Пилат, и воины, и вожди, и толпа, и каждый человек в этой толпе, что выбор этот всегда ставится каждый день перед каждым из нас. Внешне это может быть что-то, кажущееся нам не очень важным, второстепенным. Но нам надо понять, что для совести нашей, для совести человеческой нет первого или второстепенного. Есть только правда и неправда. Есть только добро и зло. И вот взять каждый день свой крест – это не просто терпеть тяготы, бремя жизни. Это прежде всего, и это главное – жить в согласии с совестью. Это прежде всего жить в свете суда совести. Вот и сейчас на наших с вами глазах и при нашей памяти перед лицом всего мира берут человека, страну, и мучают, и бьют, и бомбы бросают, даже на храмы и могут убить только за то, что человек именует себя христианином. И все по закону, все по решениям, все по дисциплине, все во имя порядка, все на благо всех. И посмотрите, сколько пилатов умывают руки, сколько воинов спешат исполнить воинскую дисциплину, и сколько людей послушно, подобо страстно улюлюкают или в лучшем случае молча смотрят на это торжество зла. Вот поэтому сегодня мне особо хочется пожелать всем нам, слушающим и смотрящим эту передачу. Пусть Бог даст нам силы очнуться и опомниться, ожить и стать людьми, человеками с большой буквы, сделать нашу жизнь глубокой, широкой, способной вместить любовь и присутствие Господне. И с этой любовью выйдем в жизнь, чтобы творить жизнь, творить и создавать мир глубокий и просторный, который сиял бы всем светом, всей радостью рая. Вот поэтому сегодня, поклоняясь кресту, целуя его, если мы посетим храмы наши, мы должны помнить, что говорит он нам и к чему призывает. вспомним о кресте как о выборе, о выборе, от которого все зависит в мире и без которого все в мире торжество тьмы и зла. Христос сказал, на суд пришел я в мир сей. И вот на этом суде, суде распятой любви, правды и добра стоит каждый из нас. Будем помнить об этом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА